Я иду с белым знаменем В их репертуаре уже давно нет блатных песен. Они поют о свободе, просят прощения у родных и мечтают вновь полюбить. На сцене исправительной колонии номер один 15 арестантов исполняют песни, которые сочинили в неволе. Казалось бы, петь на сцене всегда это какое-то увеселительное мероприятие, но тот посыл слов, музыки, который у них рождается, вы знаете, он меняет их, он растапливает их сердце. То, что музыка растапливает сердца, осужденный Эдуард Чеглаков знает не понаслышке. За колючую проволоку угодил за хранение наркотиков. Здесь открыл себе музыкальный талант. За два года написал уже 20 рэп-композиций. Композиции все как мне грустно, тоскливо и тому подобное. Ну, для Калины я как бы выбрал композицию, ну, более позитивную. Ну, что все будет хорошо, остальное не подойдет по формату. У меня хоть и без матов, но темы такие не очень. Локоны, макияж и красивое вечернее платье. Победительница Калины прошлого года Светлана Митрякова пробует свои силы в четвертый раз. Признается, все песни посвящают своему самому дорогому зрителю, сыну, с которым сейчас в разлуке. И в солнце вместе с ними наше счастье улетает. Поэтому меня пригласили в качестве гостя посмотреть, кто же выиграет в этот раз, поболеть. За кого болеете? Да ну, я за всех болею. Кто выиграет, тот выиграет. Пусть выиграет сильнейший. Кстати, многие бывшие заключенные не бросают заниматься музыкой в обычной жизни. К примеру, победитель фестиваля прошлого года Сергей Шкловер сейчас открыл свою студию звукозаписи, где продолжает творить. Валентина Аскирова, Александр Антропов. День с толком.